Субтитры делал DimaTorzok 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 Не хватает Кубка Лигы Европы? Не хватает! И маленькая ремарка по поводу моего посещения базы клуба Карабах Андрей мне сказал said по телефону, aokyold KPP,тоie меня пропустят Но охранники не стали поехать в списках они стали звонить судя по всему, руководить в службу безопасности. И вот во время этого звонка один из охранников протянул мне телефонную трубку, и голос на другом конце провода мне сказал, Сергей, добро пожаловать в футбольный клуб «Карабах». Для меня это было просто удивительно. За годы работы в клубе российской премьер-лиги бывало всякое. Бывало меня куда-то не пропускали по спискам, по бейджикам, по аккредитациям и так далее и тому подобное. Но никогда ни при каких обстоятельствах руководитель службы безопасности мне не говорил, добро пожаловать. В Сибермарке продаются российские продукты. Вот колбаса Царицына, сочинские сосиски, докторская тягача, тоже российский гост. Черкизово. То есть все нормально, как будто никуда я не уезжал. Встретил таксиста, который жил в Уфе. Сколько? Десять лет, ты сказал? Десять лет, да. Десять лет жил в Уфе, представляете? А ты на футбол ходил? Да, да, да. Ты сейчас про кого? Это на караваха играю. А, Лунев? Андрей? Андрей Лунев. А, ты смотрел в Уфе его и здесь, да? Да, да, да. Хороший вратарь? Да, да, да. Ну давай, Леонов. Ну я говорю, телефон у тебя совсем простой. Какой-то Android. Я думал, что у тебя какой-нибудь 15-й Pro iPhone. Или ты не паришься? Ну iPhone старенький просто. Это, кстати, мы... А я думал, что это Android, судя по камерам. Разбитый все. Ну ничего страшного. Звонит, я говорю, и самое главное. То есть ты насчет гаджетов не загоняешься, да? Есть? Вообще не загоняюсь. Машина для того, чтобы ездить от пункта А в пункт, да. Телефон для того, чтобы позвонить. Все нормально. Прокурс. Андрей Лунев. Один из самых скромных футболистов, которые тебя знают. А ты в Байере не чувствовал к себе, ну, в связи с разными политическими событиями в мире, плохое отношение к русским? Такое же, говорят, к нам плохо относятся. Ну, со стороны... В команде вообще не чувствовал. У нас же интернационал появился. А в городе? Ну, в городе бывали случаи на дороге, бывали случаи, когда все начиналось. Тут прям... Какие-то эксцессы у тебя были? Ну, прям эксцессов не было, я говорю. Такие провокации, там, так скажем, какие-то фразы, жесты были. А как они узнавали, что ты русский? Я же на русском машине есть. Я же и перевез свою машину. И ты едешь на русских номерах, и тебе что-то там кричат? Ну, факт показываю, да. Один раз стояли в пробке, там автобусы рейсовые, такой большой, и там, типа, этот, как он называется, водитель высунулся, что-то там... Немец, ну, немец, да, потому что он с козлиной бородки, там, кольцо в носу, в ухе такой какой-то... Ну, козел. Неформал. Ну, да, неформал. И вот он, типа, это, как... Что-то там руками махал, что-то там въезжал. Честно, была такая мысль остановиться и спросить, что он хочет вообще. Если не российские номера, то, в принципе, сейчас спокойно. Ну, один раз еще было, и там украинка шла. А, нет, два раза было. И как-то заехал в аптеку, ставлю машину, выхожу, и там откуда-то из двора, из подворотен там... Слава Украине! Именно тебе кричат. Ну, а кому? Ну, и тебе что? Да у меня ничего попробовал. Пускай кричат. Я, к вере, я к этому спокойно отношусь, потому что... Ну, у нас были... Там... Общения, да, так скажем. Наши знакомые, там, дети играли, там. С русскоговорящими, которые были из Украины, из Таджикистана, из Казахстана. Поэтому... Вообще... Не обращал внимания на вот подобного рода провокации, тем более незнакомых каких-то людей. Ребята, что скажете про Андрея Лунёва? Есть, есть. А, вы не говорите по-русски? Нет, нет, нет. Ну, скажи по-азербайджански, кто это? Лунёв. Да. Карабах. Хороший вратарь? А, парашка. Карабах сколько тебе? Конечно, хорошо. Это мы сейчас где-то в старом городе, да? Идём. А где-то здесь снимали же фильм «Бриллиантовая рука». Да, идём. Ну, я сейчас почувствовал, идя с тобой по улицам, что ты популярен. Поэтому я не хожу по улицам. Игорь, вы знаете, я не люблю вот эту популярность ничего. Поэтому всё только по делам. А, Вер, не хотите? Ну, я не особо. А как я повезу? Я приехал в ручная кладь, если только завернуться. Уезжая из «Зенита», ты терял в деньгах. Деньги же не самые важные. Насколько я знаю, у тебя и контракт ниже был. И там же ещё и налоги выше. Ну, налоги там, да. 50% в Индополосе почти. Да, блин, ну там другой чемпионат, другой уровень конкуренции, уровень футбола. Почему не поехать и проверить себя? Не получилось? Ну, не получилось. А сейчас, если отмотать назад, всё равно бы поехал? Да. Трамы, блин. Если не травмы, может быть, ещё как-то... Ещё можно было бы потягаться, а как бы с травмами... Ну, советские шапки продают, интересно, да? Топ. Снимите вот эти... Старая культура или новая молодая культура. А, вот, да? Да, вот они. Столкновение двух культур. Ты мог бы так же? А что, если ты к ним сейчас пристроишься, как? Контент. Контент. Как по нему. Интересный знак, Андрюх. Что это значит? Ну, что не напоминает? 2-2-2. 2-2-2, да. Каждый видит то, что хочет. Ну, блин, да. У кого фантазия развита, да? Испорчим. Насколько испорчим фантазию? Я вообще ничего не увидел. Да, да. Вы мне сейчас намекнули, я только потом думаю так, а ну что... Да я только намекнул, думаю, почему... Видите, вот у меня почему-то четыре двойки, вот, например. Нет, а я увидел, что красно-белые. А хотел бы в Англии выбирать? Лучше. Ну, кстати, прикиньте, был вариант. Когда в Байере был, там один знакомый... Один знакомый говорил, слушай, давайте по Ньюкасову, если можно использовать, там, в третьем, в четвертом, в тарелке. У них там, ну, там, у них полк есть у них основной, типа, там, Дубравка, говорит, ну, и как бы третий, типа, два опытных, один, как бы, стабильный, типа, это... У них нет такого вот оля, как раз они взяли от кариоса, вернее. Опять посидеть, да? Нет. Две, блин, куда-то присесть можно было бы и вообще. Не, ну ты бы мог сейчас и в Байере остаться, и так бы и сидел, время от времени выходил бы. В свое время, когда переходили на систему осень-весна, подразумевалось, что будут построены новые стадионы теплые, ну, с крыши такой, как у Зенита, но... Подразумевалось? Подразумевалось, да. То есть построено ничего не было, и, по факту, футбол в России превратился практически в зимние виды спорта. А Европы сейчас нет? Может, надо снова начать с мая играть? В Европы нет, но... Изначально-то был посыл такой, да? Да. Чтобы быть, как и в Европе. Чтобы, как раз, наверное, окна были подстроены, и чтобы под Еврокубки были команды подготовлены должным образом, но по факту... То есть ты где-то уже слышал это, да? Что? О том, что нафиг мы играем зимой. Блин, ну это же дискуссия, так скажем, с самого начала этой системы, да, которая только появилась. То есть, у многих вопросов. Ну, у меня, как бы, есть вопросы в том плане, то, что у нас игры, как бы, составляются таким образом, что ты можешь играть, там, в декабре, в начале декабря, да, в разных регионах, где уже минус 15, минус 20. То есть, конечно, есть вопросы. Помню, после первого тайма, когда зашел, даже выходить не хотелось. Да, не то, что какой после первого тайма. После разминику сделал, ты думаешь, ну и вот нафиг, как сейчас играть-то вообще? Это ты еще разминаешься, там весь упутанный. Ну, а кому это надо? Да я откуда знаю, кому надо. Другие, вон, люди, которые там сидят, видимо, им вообще по барабану. Если они приходят на футбол, то они сидят у себя там в вип-ложах там. Я желаю всем удачи. Спасибо вам. Вот зашли подключать телефон, и здесь букмекерская контора сидит. И букмекер не верит, почему-то. Не верит в барабан. А все, с кого мы сейчас на улице встречали, все верят. Именно в барабан. Ничего могут. Ничего могут? Да. Будем первой командой второй играть. Карабан будет первой командой, которая будет. Я вот есть немцы. Азербайджанцы есть азербайджанцы. Ты не веришь в свой народ? Нет. Ты не веришь в русского вратаря? Нет. В кого ты не веришь, скажи? Я верю в чистый футбол. Ну вот именно. До свидания, спасибо огромное. Но мы же не провокаторы с тобой. В кого верим? Верим в ничего. Будем реалисты. Да хорош. Будем реалисты. Андрюх, встретили первого человека, который в тебя не поверил. Будем опровергать. И желаю удачи. Замечательно. Счастлив. Самый лучший толчится за Карабана. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, дорогой. Спасибо вам. Спасибо. Поэтому ты капюшон надеваешь? Да, конечно. Ты со мной едешь? Да-да-да, завтра с тобой. Давай завтра тогда возьмем просто билет, когда увидимся днем. Мы едем в Урбане. А, нет-нет-нет, я же на пресс-конференцию еду. Пресс-конференцию еду я завтра. Да ну нафиг. Блин, а ты на английском будешь давать? Не, на русском дам. Ай, молодец. Ты же английским в совершенстве владеешь. Ну да, я просто не стану, да, там мучить людей, да, понимаешь, переводчикам, чтобы они там переводили мои слова. Понятно. Красава. И короче, вся до матча перед стадионом уже я буду к ней проглупать. Вот эта атмосферка давненько я такого не видел. А что-то есть, что тебе прям не понравилось в Германии? Все-таки там топ-чемпионат, пусть в топ-3 входит, я даже считаю, что топ-2, там, наверное, даже... Ну, вот это только пропаганда жесткая, ЛГБТшная, со школ, с детских садиков, то есть там у них вот это все это... Ну, опять же, ну, мне это не нравится, понятное дело. То есть, например, есть эта пропаганда, да? Ну, вот мы встречали, как бы, людей русскоговорящих, да, они там рассказывали, ну, разных причем. Одни там жили в Дорпенде, мне рассказывали, потом другие там в Дюссельдорфе, кто-то там еще где-то жил. И вот они рассказывали, что у них в садах и в детских... Ой, и уже в школах на, там, по-моему, начальное образование, которые... Ну, первые классы, то у них есть там уроки вот этого типа сексуального там образования. Толерантности. Ну, типа того, да. И то есть есть какие-то правила, что там... Ну, в общем, пример один приведу. То, что мальчик, по-моему, ударил девочку там, ну, как в школе или в садике и что-то такое. И мама, по-моему, или папа приходит в школу, ну, в садик, по-моему, это было. И вот воспитанница говорит, вот ваш мальчик там дерется, вот он ударил эту девочку. И он начинает, типа, ребенка ругать. Ты что делаешь? Типа, нельзя девочек трогать, нельзя. Они там, ну, девочки там и все. И мужчина говорит, вы что такое говорите? Вы чему учите ребенка? Типа, у нас все дети равны. Он может там, типа, драться с кем угодно. Почему вы, типа, разделяете мальчика и девочку? Ну, для меня это, как бы, ну, странная вещь. То есть мое воспитание, да, которое мне дали там родители, в первую очередь, да, я, как бы... Та система образования, которая у нас была там, ну, в том числе и садик, да, у нас совершенно другие ценности были. То есть, ну, вот эти вещи для меня дичь. Ну, убежать женщин нельзя. Ну, да, да, да. То есть для меня это дичь. То есть есть конкретное, вот, по крайней мере, гендерное разделение, да? А женщины могут обидеться? У них вообще чего угодно делается. Все равны. Ты можешь поменять пол, там, хочешь так, хочешь вообще ходить беспризнанным полом, непризнанным полом. Он такой, кто я? Я Оно. СПОКОЙ! 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 В России я был без Инстаграма. А потом, когда начались разговоры по трансферам, да, и когда там, по-моему, Штутгарт возник на горизонте, они мне тогда сказали, типа... А как это у тебя нет Инстаграма, да? Да, говорит, что это такое, типа, у меня нет Инстаграма. Типа, это важный атрибут. Не, ну, слушай, ну, сейчас смотри, получится. Если какой-нибудь пацан, например, из Уфы, из Уфимской школы, ну, пофиг какой, там, из Питерской школы, захочет поехать в Штутгарт, ему скажут, а почему у тебя нет Инстаграма, а он в Россию сейчас вывезти не может, потому что он заблокирован. Все, значит, не уедет в Зуфу, никто не в Штутгарт. Так, палецик, аплодисментами приветствует свою команду. Очень обидно, в шаге от победы были, в шаге от победы, от сенсации. Конечно, красивые 2-2, но так близки сегодня были к победе. Очень обидно. Тем не менее, как говорили болельщики, нам до матча, сами же все видели, столько сильнейшей команды Европы. Он сегодня смогу сыграть в сильнейшей команды Европы, при том, что твой состав, согласно трансфер-маркетов, в 38 с лишним раз дешевле, чем состав Баэра, это дорогого стоит. Твоя машина вот там. Так близко, конечно, были, ех, хорошо играли, первый тайм вообще, блядь, не полетно. Если не привезли, может быть, как бы еще и даби покорили, а так до 1-1 они еще больше полетели. Они бы так, конечно, полетели. Слушай, а мы сейчас ведем документы, да вообще. Я вас там додену до этого, до гостишки, где не положил. Депутатом ты вряд ли станешь. Я, кстати, думаю. Городского совета или выше? Верховного какого-то, я не знаю, там. Госдума. Нет, я хочу начать с малого. А это смысл в Госдуме? Деньги другие, помощники, я пойду к тебе помощникам. Там ничего не решаешь. Ну ты ничего не решаешь, ты предлагаешь, а там коллегиально они все решают, это все херня. А вот если ты ответственный за какой-то там регион, так скажем, ну там даже... Ну то есть ты в себе не видишь все-таки будущего губернатора. Калуги, да? Ну зачем Калугу? В Калуге я провел лишь год, вот в Уфе у меня... Знаете, надо, чтобы аудитория была. Да, но у нас по местному закону нужно башкирский язык знать, учить уже буду сейчас, наверное. А если я буду с женой везде ходить? Она знает башкирский? А, она татарский везде. Ну ничего, там близок он. Можно с женой ходить, не запрещается. Нигде в законе не написано, что ты не должен ходить с женой. Нет, она будет как мой транслайтер. А, ну я уж там не знаю. Доносить мою мысль не всегда получается. А ты сейчас на немецком уже свободно общаешься? Да, ешь, хан, дочь проехан. Три человека выбери, кому бы ты привет передал в персонале. А у нас есть привязки к чему-то? Нет. Ну, в России, в России. Ну, в России. Ну, с вами-то я, что мне вам привет передавать? Там, мне-то да, да. Камилычу бы в первую очередь передал привет. Почему? Ну, Камилыч легенда. Камилыч легенда, благодаря ему все получилось. Ему и, нет, в первую очередь благодаря, конечно же, Валентиновичу, которого нет. В царстве единственное, да. Вот. Ну, передал бы привет, наверное, когда Александру Ивановичу. Коль так пошло. Ну, вот. Ну и... Третий даже не знаю. Давайте, коль мы пошли по президентам, Александру Вячеславовичу. Токманову. Ну, да, если бы тогда торпеда от тебя не избавилась, еще неизвестно бы, где ты оказался. Вот, вот, вот. Спасибо, что они тебя тогда разглядели, да? Что не того поля ты ягода. Да. Птица другого полета была. Птица другого полета была. Все, что не делается, все к лучшему. Не было бы Леверкузина, сборной России. Кто знает, Николаевич, может, был бы другой путь. Реал, может, был бы. И в конце этого видео небольшой сюрприз. Если вы хотите стать обладателем футболки леверкузинского байера, которую нам предоставил Андрей Лунев, нужно соблюсти всего два условия. Быть подписчиком нашего канала и оставить какое-нибудь пожелание, теплые слова написать Андрею Луневу. Автору самого лучшего пожелания мы отправим эту футболочку. Получше. Теперь, кстати, это была лучшая.